всем привет Евгений Матвеев и это мастерская пит-стоп у нас сегодня suzuki zz inch up sport и в общем-то у нее стандартная для нее проблема это текущая вилка мое старое видео давным-давно похерилась с такой же тематикой поэтому сегодня будем переснимать но уже со звуком у меня тут за кадром есть даже специально обученный негр для этого у этого трупа нету центральной подножки поэтому стоит он на боку сейчас и это крайне неудобно для того чтобы его разбирать в общем это уже второй дубль с данным аппаратом поскольку я ввиду незнания размеров сальника лоханулся и в общем-то мы разобрали посмотрели на все это дело и собрали обратно но теперь я умный и знаю что размер сальников вилки 30 на 42 вот мы сейчас как раз и проверим подойдут ли они наконец или нет блин какая-то тварь украла у меня мою любимую отвертку ph3 теперь приходится отверткой ph2 откручивать болты ph3 то есть шурупы все никак не даю до до рынка купить новую так а ну там же внизу ничего больше не закручено нет я постоянно этот подбородок откручиваю вот при помощи даже без какой-то матери снялось конструкция данного агрегата вообще очень неудобно и и для всех нормальных человеческих человеков не подразумевает без матюков ремонта в общем суть сейчас объясню что я сделал в первый раз я прорезал два вот таких вот окна слева и справа для того чтобы получить доступ вот тем вот самым заветным болтам которым получить доступ по-человечески не получается из-за того что здесь вот это вот дело не дает и под этим делом не дает такой же точно фартук какой бывает и можно увидеть на практических всех джогах и и вообще принципе практически на всех ямака вплоть до аэроксом в общем для того чтобы облегчить себе задачу я прогрыз вот эти две дырки и через них теперь буду доставать до болтов потому что иного способа без мата это сделать и без лишнего разбора практически до скелета не существует и еще один момент даже если вы разберете все это дело то весь прикол заключается в том что вот этот вот фартук не снимается пока вы не снимете полностью вилку то есть никак на заводе собирается следующим образом ставится сначала фартук а потом засовывается через него целиком вилка с колесом короче говоря все это такое слегка одноразовое в общем то вилка неплохая если на ней не горцевать но как же можно не горцевать на мопеде который наравне с дэксом такой же желанный желанный уж колея какие айрекс там например или еще что-нибудь в этом роде поэтому когда долго долго ставить все это дело на козла и потом с размаху ронять об пол то рано или поздно любой сальник потечет такие вот дела все равно фартук я сейчас отпущу для удобства потому что его надо будет оттопыривать потому что все равно в отверстие я не попадаю никак то есть надо вот это все дело в сторону сместить на перьях вилки стоят два хомута на которых висит здесь вот такая вот косынка хитро сделаны на которой свою очередь висят все держатели тросика спидометра потом шланга тормозного иногда еще даже под низом стоит специальный типа фартук такое крыло импровизировано так не мой пневмогайковерт вот понадобится ключ на 14 с другой стороны всем у кого нету пневмогайковерта понадобится ключ на 12 чтобы подержать шпильку мне это все не понадобится потому что и так неплохо откручивается теперь ключ на 10 ключ на 10 чтобы открутить ту самую косынку которая держит тросик и шланг полностью это все откручивать нету смысла большого потому как вилка и так разберется теперь иди мне подними фартук чуть-чуть в смысле чтоб колесо вывесилась и это не понял просто возьми его вот таким вот образом и наклони да чуть-чуть буквально все отпускай сначала одно перо сделаем потом второе хотя еще рано немножко подожди сейчас отпустим полностью так дальше нужен ключ на 12 скорее всего всем у кого нет возможности пропилить вот такие вот овальные отверстия понадобится накидной ключ на 12 потому что другим ключом вот этот грёбаный фартук но никак не залезть моем случае еще надо этот фартук с вот это вот языка здесь снять ибо мешает вот так вот болта здесь впрочем как и везде 21 болт просто стягивает хомут на котором держится перо вилки а второй болт одновременно еще подрабатывает пазовым упором то есть даже если все открутится и болт не выпал до этого момента тот перо тоже не выпадет по той причине что у пера есть специальный паз через который проходит в общем-то болт ну так практически везде кроме ямахи вот вот тот паз про который я говорил он есть практически везде за исключением некоторых ямах такие как допустим grandexus у них там своя методика закрепление пера в траверсе теперь теперь самое интересное есть тут один противный нюанс вообще в идеале если вам понадобится разбирать подобное перо то конструктивно они вообще мало кто сильно отличается друг от друга здесь практически в ста процентах случаев находится в торце болт зажимается в тиски получается носки берем он стоять шестигранник на 7 и откручиваем но есть один момент мало у кого есть пневма разумеется если нету пневмы бывает такое явление противное получается что когда вы откручиваете болт он начинает вращаться с внутренней стойкой вот в этом случае если у вас не получается открутить болт и он вращается просто вращается он не выкручивается вам необходимо взять что-нибудь длинное желательно вот такую вот биту купить только по длине чтобы она выглядывала за край вилки вот здесь где-нибудь там зажать опять же в тиски или лучше упереться куда-нибудь вот этой вот частью вилки чтобы она никуда не в ней ушуршала и в торец бить молотком легким 400 граммовом пока в общем то вы не создадите должную вибрацию чтобы сорвать его с места бывает редко но метко и немногие знают как с этим всем воевать поскольку эта вилка уже разбиралась неоднократно то здесь уже разбирается все довольно просто вот такой вот болт м8 дальше все предельно просто ничего никуда не выстреливает пружина остается внутри внутри внутреннего пера это что такое там поехала это что такое здесь поплыло где мне тазик о н то что отбойник понятно ну ладно существует целая куча всяких шиндер пындер их съемников для пыльников для сальников и для прочего вот это вот всего шлака я не мудрствую лукавая использует обычную монтировку поддел достал и до свидания так сейчас покажу все это дело поближе стоит примитивное стопорное кольцо который не дает выстрелить сальнику потому как вилка работает под давлением когда она работает на самом деле когда она складывается здесь все-таки создается какое-никакое давление то есть он быстро лить может в легкую и берем монтировку поддеваем под самый низ сальника и на излом вынимаем о есть вот так вот под низом еще и шайба вот такая вот которая совсем не обязательно вынимать но если она сама выпала чтобы вы знали где она стоит откуда они свайпер шторм вот чтобы все знали откуда брать и покупать сальники для такого крутого мопеда понадобится оправка я обычно пользуюсь или головкой на 27 или вот этой вот дребеденью не принципиально тут огромного усилия прикладывать совсем не надо чуть-чуть его наживил и в общем то все дальше ставится буквально от руки стопорное кольцо вот таким вот образом и на этом все дальше ставится на место пыльник нашем случае старый поскольку нового в наличии нету возможно это будет уже четвертая серия для этой вилки опять же при помощи янки чуть-чуть далее вот эта штука вот так потом вот это все вот таким вот образом вот так переворачиваем вверх ногами заливаем через отверстие в которое закручивается болт масло пока не польется через верх а потом начинаются хитрости масло можно заливать всякое разное кому какое нравится я обычно заливаю 5 в 40 это у меня как она там где-то мне банка была матюль 5 стопом он там она если мне память не изменяет вообще в эту вилку надо 90 граммов то говорит больше кто говорит меньше и в общем то не всегда угадываешь на самом деле по мануалам даже нальешь сколько надо она работает допустим слишком жестко поэтому я обычно делаю следующее наливаю вот сколько наливается пока не плюнет наружу а потом стараюсь ее сжать полностью сколько есть силы если в этот момент ничего лишнего не вылилось из нее значит у нее масло нужное количество внутри если лишнее вылилось значит оно лишнее а вот и масло подошло в конце в масленке так лешаки полезли так надо масленку заправить конечно же всякий кто скажет что есть еще вилочное масло и вилочное масло он тоже принципе окажется прав но эксперименты ведь никто не отменял что мне не нравится в ремонте вилок так это то что все время весь блин в этом долбаном масле вилка теперь ржаветь точно не будет если налить много масла вилку она вообще не будет работать по одной простой причине что весь принцип работы масляной вилки заключается в том что у нее там надо иметь определенное количество масла определенное количество воздуха воздух разумеется при работе сжимается превращая вилку в общем-то в обычный автомобильный амортизатор с зоной комфорта и зоной контроля чем больше сжимается воздух тем жестче под конец становится вилка это такой себе импровизированный эффект отбойника если масло чуть чуть больше налить чем норма то отбойник будет каждый раз все более жестким по отношению к количеству масла чем больше масла тем жестче будет вилка тем ее ход будет короче разумеется если налить полную вилку и не оставить там вообще воздуха это будет просто два лома которые нифига не смогут сокращаться поскольку масло сжиматься свойства не имеет вот такая вот лабуда как видите ничего сложного в общем как видите ничего абсолютно сложного в ремонте вилки нету поэтому я думаю что у любого это получится на сегодня у меня все с вами был евгений матвеев это была мастерская пидстоп подписывайтесь оценивайте не держите в секрете от друзей и всем привет из солнечного крыма теперь она видно реально что она работает все теперь только наклейку осталось наклейки так где-то было монтировка как всегда хрен знает где